добрый день дорогие друзья мы продолжаем с вами говорить о любви и сегодня я хотел бы озвучить еще один очень важный на мой взгляд очень мощный тезис бог любит всегда давайте прочитаем третий стих из 31 главы пророка иеремии издали явился мне господь и сказал любовью вечной я возлюбил тебя и простер к тебе благоволение акцент в этом отрывке я хотел чтобы вы сейчас сделали на слове вечным бог говорит через иеремию любовью вечной я возлюбил тебя это место в свое время она очень сильно повлияло на меня и мне кажется что если вы еще еще раз будете его перечитывать вы обнаружите что бог просто говорит ваше сердце о вечной природе его любви ничто не может изменить то что бог любит вас тот факт библейский факт что бог любит тебя не подлежит никакому сомнению и никакой перемен если бы бог мог изменить свое отношение в отношении любви то в таком случае бог может вообще что бы то ни было поменять примеру не будет плохое настроение и он все изменит любовь это не чувство но тем не менее знаете наверное все касающиеся взаимоотношений с богом оно должно быть основано на вере и прежде всего на вере в то что написанное является абсолютной истиной вообще все ереси все отступничество все проблемы вообще церкви они начинали с того что кто-то заявлял тезис о том что допустим не все описание бога дух на вены я думаю что встречали библии да с такими красными цитатами выделяли слова иисуса которые особо важные да я думаю что с этого как раз и начинается если в библии есть что-то особо важно то есть менее важное а возможно и совсем не важное если совсем уже дальше пойти то вообще есть ерунда какая-нибудь и многие люди мне об этом говорили дело в том что кто-то может сказать ну это же слова самого иисуса христа и это очень важно на это нужно обратить внимание но послушайте вот эта книга в моем случае это русский синаидальный перевод я не знаю какой читаете вы это откровение самого господа если это записанное откровение господа то иисус христос это воплощенное откровение господа если хотите библия и христос это одно и то же это откровение имя ему написано слово божье и если вы в этом слове божьем находите что-то более божественное то это немножечко масло масляны поэтому если мы с вами доверяем писанию то мы должны доверять ему на сто процентов каждой запятой каждой букве каждой мысли каждому посылу каждому утверждению каждому описанию каждое слово каждая мысль является богодухновенной и совершенно истинной поэтому когда бог говорит я возлюбил тебя вечной любовью то в это необходимо поверить когда вы верите приходит внутреннее подтверждение этого вы понимаете что слово божье неизменно если он сказал что он полюбил тебя навсегда то так оно и есть это касается спасения помните в евреях 10 главе написано что он единократным приношением сделал совершенными освещаемых смотрите единократным приношением навсегда сделал нас совершенными если мы с вами начинаем сомневаться вечной природе божьей любви то мы запросто можем начать сомневаться в вечной природе его искупления сегодня мы искуплены а завтра у бога изменилось настроение изменилось все нас больше бог не особо любит но это не так если библия говорит нам что бог любит нас вечно навсегда и это никогда не изменится так оно и есть почему на это есть несколько аргументов во первых все что бог делает обладает вечной природой смотрите экклезиаст 3 глава 14 стих познал я что все что делает бог прибывает поворот к тому ничего прибавлять и от того ничего убавить и бог делать так чтобы в благоговели при лицо не смотрите салам он пишет познал я что все что делает бог прибывает вовек все чтобы он делает прибывают вверх не некоторые вещи не то что ему нравится не то что у него хорошо получается не то что он любит делать а все абсолютно все это выражение его природы любое творение это выражение внутреннего состояния творца ты не можешь изобразить то чего ты не можешь представить у себя в голове поэтому когда бог любит когда бог что-то делает когда бог что-то творит он делает это исходя своей внутренней божественной сущности и своей природы а природа бога это вечность одна из черт его характера его сущности любые дела бога они имеют продолжение вечности другими словами то что бог делает никогда не перестает обратите внимание я знаете я задумывался на такую такую тему о смерти что такое смерть и по большому счету смерть это профанация почему потому что все что делает бог прибывает вовек бог сотворил человека он сотворил тебя он сотворил меня и мы имеем вечность абсолютную вечность мы никогда не умрем заметьте никто если мы с вами как праведники мы будем вечно жить и мы будем жить в общении с богом мы пойдем на небо мы будем жить на новой земле мы будем обитать с богом мы будем всегда в общении с ним то те люди которые сегодня отвергают его жертву те люди которые отказываются от общения с богом те которые не хотят принимать кровь христову те все равно будут вечно жить единственное что совершенно в другом я бы даже сказал противоположном месте и что такое смерть это некий переход дверь пройдя за которую мы переходим в иную реальность ту которую мы сами избираем почему сегодня верующие люди повторяют за апостолом павлом говорят что смерть это приобретение и павел говорит не лучше разрешиться и быть с господом нежели быть здесь на для вас полезнее чтобы я остался но я хочу туда горит смерть это приобретение они верующий человек он панически боится смерти потому что он понимает что там хорошие не ждет его там ждут страх мучения постоянная агония и не очень приятная компания может быть ты не веришь в это может быть кто-то думает что библия это сборник народных еврейских сказок но ты все равно внутри себя со страхом ожидаешь этого момента когда ты переступишь порог жизни что тебя ждет ждет ли тебя радость ждет ли тебя что-то новое о да ты можешь обманывать себя вообще не верующие себя обманывают множеством способов ноги там быть небытие там будет растворение во вселенной там бах выключили и все но это противоречит природе бога который говорит что я сотворил тебя а это значит что он сотворил тебя вечным смерть это право нации просто переход из одного состояния в другое и когда мы с вами говорим о любви бог сотворивший нас в любви сотворивший нас ради любви и сотворивший нас для любви никогда не меняет второй аргумент он очень тоже важный все что говорит бог пребывает вовек смотрите что пишет петр 1 петра 1 глава 25 стих но слово господне пребывает вовек это есть то слово которое вам проповеду слово божье пребывает вовек очень интересно мы меряем бога по своим человеческим меркам сегодняшний мир он перестал быть ответственным сегодняшний человек перестал быть человеком слова и я когда был неверующим был молодым мечтал о бизнесе знаете как то вот бытовало такое мнение что вот русские купцы в древности их слова было достаточно не надо было подписывать никаких договоров договорах не прописывали штрафные санкции потому что человек исполнял обещанное но знаете в древности хватало кидал человеческая природа неизменна и основа это грех когда мы с вами в этом живем и живем в мире в котором слова ничего по большому-то счету не значит нужны какие-то свидетели нужны люди которые будут поддерживать твою точку зрения кто-то у тебя что пытается постоянно урвать прицепиться к слову нам иногда кажется что бог он точно такой же нам кажется что бог он просто говорит не понимая что говорит для поэтому сказал любит ну подумаешь я тоже же не там 20 раз говорю и на самом деле не особо-то имею ввиду то что я говорю вы обращали внимание я очень часто знаете задумываюсь вот о чем о том что когда мы что-то говорим мы не пытаемся вникнуть в смысл тех слов которые произносит если вы сделаете это то вы обнаружите что эти слова зачастую полны совершенно другого смысла нежели тот который вы хотели вложить и я вас уверяю если вы начнете думать над тем что вы говорите в будете говорить гораздо медленнее потому что это заставит вас задуматься и начать подбирать слова более тщательно когда мы говорим о любви мы очень часто имеем ввиду что-то другое нам просто кажется что нам надо это сказать что это необходимо это жизненно важно это просто комплимент или это просто некая расхожее такое выражение и увидите что тот кого вы любите он немножечко золу или раздраженный нужно успокоить но часто мы говорим вещи не имея ввиду то что мы говорим так вот бог он не такой его слово во первых имеет вес его слово имеет значение его слово не бывает пустым она всегда со смыслом он думает перед тем как говорит и он никогда не отказывается от своих слов он всегда выполняет то о чем он говорит если бог говорит я люблю тебя то это навсегда если бы бог не любил он бы не говорил нам это итак божьи дела имеют вечную природу и божье слово но также имеет вечную природу еще одна очень важная особенность то что делает бог откровенно то что делает бог всегда открыто оно достаточно доступно чтобы любой абсолютно любой человек мог по крайней мере прочитать об этом или услышать бог в обязательном порядке действует откровенно никогда не лукавит он не пытается никого вводить в заблуждение или знаете не договаривать одна из форм лжи это не вся информация ли там полуправда он не делает это когда бог говорит он поступает таким образом когда он произносит какие-то слова он не говорит знаете я люблю вас до момента пока вы не согрешите или же он говорит я люблю вас всегда и даже когда вы будете грешить но вот есть некая мера дают ее переступить и да и все и вам конец я вот вот здесь вот вся моя любовь заканчивается такого не может быть помните когда бог говорит о милхиседеки вернее когда бог говорит об иисусе христе и произносит такие слова клялся господь и не раскается ты священник во век почину милхиседека и вот у меня такое ощущение что абсолютно все что говорит и утверждает бог она так именно вот звучит вот с этим вот утверждением он говорит клялся говорил и не раскаюсь никогда я тебя люблю то есть его любовь она имеет вечную природу как и абсолютно все что является божьим и ничто не может это изменить восьмой главе римлян павел говорит и перечисляет достаточно большое число совершенно иногда непонятных нам вещей говорят что ничто это не в состоянии отлучить нас от божьей любви поэтому для нас с вами важно не просто знаете поверить в то что бог нас любит а то что это никогда не прекратится не существует состояние не существует какого бы то ни было греха не существует какого бы то ни было поступка которое бы подвигло бога прекратить нас любить я на сто процентов уверен если кто-то из вас имеет уже детей вы согласитесь со мной что наши дети могут нас огорчать не могут нас разочаровывать они могут нас настолько разочаровать что мы будем даже может быть где-то плакать от них будет желание знаете внутренне просто какое-то время их не видеть в любом случае мы не перестаем их любить мы разочаровываемся мы огорчаемся мы злы бываем приходим состоянии гнева и ярости мы не перестаем их любить мы даже когда их бьем мы сдерживаемся потому что мы их любим и наша любовь это всего-навсего блеклая блеклая отражение той любви которую имеет господь мы просто как луна отражающая на ночную землю свет солнца любит то он любовь он и он любит тебя даже в тот самый момент когда тебе кажется что тебя вообще никто не любит это вообще невозможно это вообще нереально потому что такой конченый грешник ты натворил кучу или или знаете приходят такие особо помазанные дебилы которые я извиняюсь за эту громкую фразу которые говорят бог перестал тебя любит потому что ты грешен это неправда никогда не верьте этому бог своем слове неизменный бог в неизменном слове говорит я тебя люблю и это никогда не изменится чтобы ты не натворил он будет тебя наказывать напротив смотрите 6 главе евреев написано что бог бьет всякого наказывает каждого которого принимает не существует того кого бы бог не любил и не наказал он горит кого люблю того наказывать напротив вы знаете я на сто процентов уверен что если бог тебя не наказывает то возможно у тебя проблемы в отношениях с ним когда дьявол искушает нас вот этой мысли знаете бог тебя перестал любить когда ты согрешил это да это действительно очень демотивирующее состояние когда ты жил в любви бога все все было хорошо ты радовался веселился и вдруг бам и мордой в грязь состояние очень плохое и он всегда приходит в этот момент если вы тот человек который никогда не согрешал то то что горит не для вас я согрешал я сто процентов знаю эти переживания это состояние когда ты лежишь в этой грязи и ты понимаешь что если бы ты был богом то ты бы никогда не подошел к этому человеку и вот тут приходит дьявол и говорит да 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 это так и есть ты не достоин его любви и я в таких случаях всегда говорю конечно я знаю я никогда не был достоин его любви и когда не был достоин благоволения бога никогда не был достоин вообще его внимание но он полюбил меня такого какая есть принял меня таким какой я есть и любит меня таким какое есть и он будет продолжать это делать даже если я буду лежать в этой лужи, но я в ней лежать не буду, я обязательно встану, потому что я верю в его любовь. Когда ты согрешаешь, когда у тебя все валится из рук, когда ты входишь в такое, знаешь, состояние, когда все не получается, все так плохо, и ты начинаешь задаваться вопросом, может быть, я делаю что-то не так, может быть, Бог перестал ко мне благоволить, может быть, Он перестал меня любить, раз у меня все так плохо. Может быть, ты не прав перед Ним, может быть, ты завернул не в тот проулок, может быть, ты действительно двигаешься не в том направлении, как Бог ожидает от тебя, но это совершенно не значит, что Он тебя не любит. Мы будем с вами совершать ошибки, мы будем двигаться не туда, мы будем двигаться совершенно в противоположную сторону, и знаете, даже осознанно иногда, зная, как и Он, которому Бог сказал мне, Ниме Он пошел, фарсист, осознанно, и я против воли Бога. Но Бог никаким образом не перестал любить Иону. Он продолжал с ним общаться, он продолжал показывать ему свои чудеса, он продолжал просто разговаривать с Иону, вспомнить их, беседу про это растение. Ты пожалел, я пожалел. Он разговаривает не как властелин, который разгневан на Иону. Вы когда-нибудь, вот читая это послание, вы видели, в ней гнев Бога на Иону? Я не вижу. Я вижу простое общение отца со своим сыном. Он говорит, ты огорчился из-за этого города? Нет. А я огорчился, посмотри на растение. Посмотри, как ты огорчился из-за него, так это растение, а перед тобой целый город. Представляешь, как я огорчился за этих людей, которые могут погибнуть, поэтому я тебя послал. Это не гневная тирада великого царя, это разговор отца и сына. Непослушного сына, великого отца. Это мой Бог, которого я уверовал, который любит, безусловно, без каких бы то ни было купюр. Он будет продолжать тебя любить, даже когда ты косячишь, когда ты неправ, когда ты совершаешь неправильные поступки, уже ты осознанно бунтуешь, никаким образом не меняет дело, продолжая тебя любить. Еще один повод усомниться в его любви, когда ты попадаешь в долину смертной тени, когда вокруг вдруг сгущается тьма, когда враги начинают тебя доливать, когда тебя атакуют, и стрелы тебя ранят, раскаленные стрелы, стрелы, которые ты четко понимаешь, пущены совершенно из ада, и ты говоришь, Господь, где ты, почему ты меня не защищаешь, почему ты не делаешь те вещи, которые хотелось бы, чтобы ты делал. Я могу ответить вам, друзья. Ответить, как когда-то Господь ответил мне, и я этим живу, потому что это то живое откровение, которое делает меня сильным. я задал Богу вопрос, почему ты допускаешь эти проблемы, почему эти страдания, почему враги постоянно лупят, и мне постоянно нужно против них как-то сражаться, почему эти вещи приходят. Бог сказал, проблема пришла в твою жизнь, потому что я ее допустил, потому что я посчитал тебя достаточно взрослым и достаточно сильным, чтобы ты с этим справился. и вдруг я увидел, что на самом деле я могу с этим справиться. Это будет трудно, это будет очень больно, это будет очень нежелательно даже для меня, но я справлюсь, я это пройду. Мне хватит сил, я достаточно взрослый, я достаточно зрелый, чтобы не плюнуть в того, кто плюет в меня, чтобы утереться и подставить другую щеку. Я могу это сделать, и не хочу. Наоборот, я хочу ответить, потому что я могу ответить, и многие люди, которые сегодня меня оскорбляют, это люди, которые просто уверены в том, что я не отвечу, потому что не дай Бог, я отвечу. Я вижу страх в их глазах, потому что они меня знают, я могу причинить боль, и я хочу иногда это сделать, но я знаю, что внутри меня есть сила, с помощью которой я могу справиться. и слава Господу, я справляюсь. Бог допускает тебе войти в долину смертной тени только потому, что Он на сто процентов знает, что ты можешь справиться, ты можешь выйти победителем из этой битвы, ты никогда не станешь тем человеком, который побеждает, лежа на диване. Даже вот знаете, этимология слова победа, русского слова, победа, по беде, после беды, победа не достается просто так. Нужно сражаться, нужно встретиться со своими врагами, нужно увидеть их. Я не имею в виду, чтобы мы вызывали их на какие-то там поединки, и когда ты посмотришь на это под этим углом, ты видишь, что любящий отец иногда допускает тебе попасть в эту ситуацию, потому что он тебя очень много-много учил драться, учил тебя сражаться, он учил тебя защищаться, он учил тебя побеждать. Ты готов? Иди побеждай. И вот они, негипотетические враги, они приходят к тебе под твой порог, и Бог говорит, я хочу, чтобы ты дал сдачу по-христиански, так как я тебя учу, не отвечая злом на зло, проклятием на проклятие, злым словом на злое слово, побеждая зло добром. Я учил тебя, я тебе показывал примеры, я тебе показал их в Библии, я показывал тебе их жизни, я показывал тебе в видениях, я говорил тебе об этом, я открывал тебе суть моих слов, и теперь я хочу, чтобы ты их применил. Давай, ты победишь. И я уверен, что если сегодня вы стоите перед этим выбором, если вас окружают враги, если вокруг вас одни проблемы, если вокруг вас рыкающие львы, толпами ходят, лжебратья, неважно что, и вам кажется, что Бог вас просто бросил в эту яму, не бросил он вас, он рядом. Если он увидит опасность для вашей жизни, если он увидит, что это убьет вас, он все эти тучи разведет руками, он достанет вас из этой ямы. Но послушайте, вы в этой яме только потому, что он верит в вас. Он верит, что вы можете справиться. Даже если вокруг вас чудовище, вы все равно под защитой всемогущего Бога, вы все равно под его покровом, вы все равно под его колпаком, его рука простерта над вами. Ничего не меняется. Он просто учит вас драться. Если вы не готовы, он не позволил бы этому случиться. Если это случилось, вы готовы. Просто перестаньте убегать. Приглядитесь лицом к вашему врагу, и вы вдруг обнаружите, что кричит, что он гораздо громче, чем выглядит. Знаете, очень многие из людей, которые кричат в мой адрес, панически боятся встретиться со мной лично. Я слышу выражение «С ним бесполезно разговаривать», «Он все равно победит нас в словах», «Он сделает и это», «Он все равно выкрутится». Я слышу всю вот эту риторику, но я не вижу этих людей возле себя, я не слышу их личных обличений, я не вижу их здесь поодиночке или толпой, я несколько раз обращался к ним, я приглашал их всех прийти, я предлагал самому прийти к ним, и что бы я ни предлагал, эти люди всячески уходят от этого. Знаете, почему? Потому что кричат они гораздо громче, чем выглядят. Я даже не говорю об их внешности, я говорю их о внутреннем их человеке. Наши враги мелочные, пустые, демонические существа. Дьявол побежден, и у него ничего не остается, кроме как просто кричать. Если ты боишься этого крика, этого рыка, может быть, угрожающим, это просто звук. Звук голоса моего отца заставляет содрогаться землю. Звук дьявольского голоса заставляет содрогаться только лишь твою душу. земля от его крика не трясется. Его голос не слышно от края земли до края, он звучит только в твоих ушах. Даже стоящие рядом люди, возможно, не слышат этого. Но голос моего Бога слышен в народах. И голос этот говорит, я люблю тебя. Послушать это очень важно. Дьявол ничего не может, если ты не испугаешься. Потому что Бог дал тебе победу. Поверь просто в это. Итак, Божья любовь на навсегда. Не существует ничего, что может разрушить эту любовь. Ничто не может оторвать тебя от Бога. Ничто не может оторвать тебя от Его любви. Только ты сам испугавшийся крика ничтожного существа, который уже осужден. Тебя есть победа. Поверь в нее и ходи в нее. Субтитры